Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы продолжаем ряд образовательных лекций в рамках дистанционного обучения студентов терапевтического профиля на кафедрах поликлинической терапии, цикл внутренней болезни поликлинической терапии. Мы опять благодарим руководство Первого медицинского канала, которое в сложившихся условиях предоставило свою площадку для дистанционного образования студентов и ординаторов. Тема сегодняшней лекции – это артериальная гипертензия, европейские национальные рекомендации 2018-2020 годы. Итак, существует три главных вопроса гипертензиологии, которые решались по-разному в разных рекомендациях. И, уважаемые коллеги, каждый раз, когда принимаются новые рекомендации, что-то меняется. Меняются цифры, меняются подходы, меняются терапевтические стратегии. Это происходит на основе клинических исследований, на слове накупленного за 5-6 лет опыта. Я постараюсь сегодня и в историческом аспекте немножечко рассказать о том, как происходит смена наших представлений и понятий. Три главных вопроса гипертензиологии. Уровень давления, при котором назначение медикаментозной терапии улучшает исходы, то есть улучшает прогноз, снижает количество селечно-сосудистых осложнений и увеличивает продолжительность жизни. Когда начинать терапию? С какого уровня считать начало заболевания? Мы понимаем, что диагноз артериальная гипертензия – это диагноз цифры. Второй вопрос. Целевой уровень давления. До какого уровня мы должны снижать давление, чтобы это улучшало исходы при назначении медикаментозной терапии, опять-таки увеличивало продолжительность жизни и снижалось селечно-сосудистые события. И третья позиция – препараты выбора. Стратегия, тактика, какие препараты выбираем, какие комбинации, как назначаем – это тоже очень важный вопрос. И вот ответ на все эти три вопроса в разных рекомендациях и в историческом аспекте постоянно меняется. Ну, немножечко начнем с истории. Первое упоминание об артериальной гипертензии. В 1828 году Пуазель впервые применил для измерения кровяного давления ртутный манометр. И понятие вообще, в принципе, артериальное давление стало входить в практику. Но никогда бы не получилось что-ли широкое распространение учения об артериальной гипертензии, классификации, степени тяжести и так далее, если бы не изобретение нашего отечественного санкт-петербургского лейт-медика Николая Сергеевича Короткова. Он изобрел тонны кровоткова, использовал впервые аускультативный метод измерения артериального давления. И мы стали говорить о норме, патологии, классификации и обо всем том, о чем говорим сейчас. Но, безусловно, приоритеты отечественной терапевтической школы в формулировании понятия артериальной гипертензии, классификации, стадийности, это Григорий Федорович Ланг и его классический труд «Гипертоническая болезнь». Он впервые вел понятие классификации стадии болезни. Еще нет понятия органа мишени, но уже оно просматривается. Итак, первая стадия нейрогенная, фаза транзиторного повышения давления, фаза неустойчивой гипертонии. Вторая стадия переходная, незначительное изменение со стороны сердца, ЦНС, глазного дна. Ну, фактически это поражение органов мишени, но нет поражения почек. То есть почка он ставил совершенно отдельно. Третья стадия нефрогенная, самое тяжелое, выраженное изменение со стороны сердца, ЦНС, глазного дна, явление почечной недостаточности. Это 1947 год. И какова же стадийность по уровню давления? Он не придавал этому большое значение. И в этой книжке «Гипертоническая болезнь» где-то там между строк написано. Степени тяжести гипертонической болезни тяжелые, обратите внимание, какие цифры. Средней степени тяжести, но все равно легкие случаи 140 на 80. То есть хотя не вводилось понятие стадийности, классификация по уровню давления, все равно мы понимаем, что 140-80 Григорий Федорович Ланг считал началом артериальной гипертонической болезни. И еще в 1962 году вот такая цифра была, вот такая цифра была, как критерий артериальной гипертензии. И тоже три стадии. И более-менее вот такую классификацию, привычную нам по стадиям с поражением органов мишени, по уровням давления, это 1993 год, возовская классификация. И вот здесь уже вводится понятие, артериальное давление выше 140 на 90, это артериальная гипертензия. Что было дальше? Дальше, собственно, эти позиции казались незыбленными. Артериальное давление выше 140 на 90, это артериальная гипертензия. Но это не совсем так, чуть позже мы об этом скажем. И речь шла прежде всего о целевых цифрах. Вот это европейские рекомендации, которые принимались в 3-м, 7-м году, в 9-м году был пересмотр. Вот этот целевой уровень давления. Мы видим, что глобально в популяции всех пациентов с АГ ниже 140 на 90 всегда ставилась цель. Но уже с 2003 года более жесткая цель мы видим, диабет, нефропатия. Далее этот когорт пациентов с более жесткой целью все увеличивается. И в 2009 году европейские эксперты говорят, ну не менее 120 на 75. Особенно у пациентов с атеросклерозом, потому что именно тогда стала развиваться концепция так называемой У или G кривой. И вот одна из классических работ, когда достаточное количество пациентов уже с выраженной сердечно-сосудистой патологией, манифестирующей сердечно-сосудистой патологией, это ИБС, и ЦРБ, и воскулярная болезнь, атеросклероз, сочетанная патология, они вошли в клинические исследования, где исследовалась связь между их уровнем давления и сердечно-сосудистыми событиями смертностью. Что установили исследователи? Что характер взаимодействия, это так называемая G кривая. То есть самый низкий риск получить сердечно-сосудистые события, систолическое, диастолическое давление, или все случаи смертности, систолическое, диастолическое давление. То есть характер, чем ниже давление, тем выше риски, и чем выше давление, тем выше риски. И вот это дно кривой, так называемый ногир, самый низкий риск получить сердечно-сосудистые события или умереть, 143 на 82. Да, тогда объясняли, говорили, что это пациенты с продвинутой сердечно-сосудистой патологией, с атеросклерозом сосудистой стенки, что нет возможности вот этого демпфинга, изменения сосудистого тонуса в зависимости от ситуации, нет ауторегуляции кровотока, что нет ауторегуляции коронарного кровотока, потому что коронарный кровоток происходит в диастолу, а у пожилых пациентов с диабетом дистолическое давление снижается. А если мы еще снижаемся, коронарная гиперфузия, гипоперфузия, ауторегуляции церебрального кровотока при жестких пораженных атеросклерозом сосудом изменяются. Ну вот позиция была такая, и предыдущие европейские рекомендации 2013 года четко позиционировали целевые цифры давления, как ниже 140 на 90 в популяции, при диабете чуть ниже диастолическое, а дальше у пожилых пациентов продвинутого возраста вот такой старт был нарисован, систолическое давление выше 160, мы имели право стартовать у пациентов от 65 до 80, старше 80, и рекомендовали снижать до 150-140, и то в старшей возрастной группе при условиях хорошего психического и ментального состояния переносимости. То есть вот такая позиция была клиническая. Это не только европейцы, американцы в своих рекомендациях тоже стали говорить о том, что целевые цифры в старшей возрастной группе ниже, что более легкие, более мягкие подходы, в общем он клинически был абсолютно оправдан, с той лишь разницей, что переход к вот такой более легкой, мягкой цели ознаменовался тем, что уменьшилось количество пациентов, которым показана антигипертензивная терапия, возможно было ослабление или отмена антигипертензивной терапии в соответствии с этими новыми критериями для пациентов старших возрастных групп. И стали задавать вопрос, а эффект в отношении сречно-сосудистых исходов, был проведен целый ряд исследований, и вот в 2017 году изменилась, казалось бы, незыблемая позиция, что артериальная гипертензия начинается с цифр 140 на 90, и американцы прописали первая стадия артериальной гипертензии 130-139, 80-89, и фактически миллионы американцев перешли из здоровой группы, из группы высокого нормального давления в группу артериальной гипертензии. Также изменились понятия о цели, никаких послаблений, никакой мягкой цели, 7 ниже 130 на 80, это американские цифры, и пожилым, и с ХБП, и даже после трансплантации, и с сердечной недостаточности, после ишемического инсульта, и на фоне заместительной почечной терапии, и так далее. То есть фактически общая национальная цель. К чему это привело? К тому, что плюс 13% взрослого населения в Соединенных Штатах стало гипертониками, интенсификация терапии еще 14% населения, то есть это привело к усилению терапии и назначению большей когорти пациентов. Европейские рекомендации 2018 года не изменили классификацию артериальной гипертензии по уровню артериального давления. Все осталось таким же, высокое, нормальное, нормальное, оптимальное, первое, второе, третье, изолированное, систолическое. Все осталось абсолютно таким же. Вот стратификация риска немножечко изменилась. И что интересного появилось? Никогда не было в европейской классификации стадии, как у нас, стадии гипертонической болезни по лангу. И вот впервые они вводят понятие стадия. Первое неосложненное, бессимптомное заболевание, установленное заболевание. Но фактически это стадии, к которым мы привыкли, гипертонической болезни. И теперь действительно диагноз артериальной гипертензии будет иметь три цифры. Стадия, степень и риск. Таким образом, потом я чуть позже скажу примеры формулировки диагнозов, приведу. Что изменилось здесь? Ну, несколько изменились характеристики риска. Так, например, низкий риск прописан у пациентов с первой степени и высоким нормальным давлением даже при отсутствии факторов риска. Ну, в принципе, стратификация осталась такой же. Что по факторам риска? Несколько изменились факторы сердечно-сосудистого риска у пациентов с артериальной гипертензией. Сюда введена и ранняя история дебюта семейная артериальная гипертензия, и ранняя менопауза. И впервые введена ЧСС покоя как фактор сердечно-сосудистого риска у пациентов с неосложненной артериальной гипертензией выше 80, но при этом никаких целей пока по достижению целевой ЧСС у пациентов с артериальной гипертензией нет. Итак, лица с высоким нормальным давлением без факторов риска поражения в органах мишени отнесены в группу низкого риска. Раньше риска не было. Стадии введены. Подчеркнуто, что необходима обязательно корректная оценка сердечно-сосудистого риска использования шкалы СКОР и активный скрининг на признаки поражения органов мишени. Скрининг и диагностика артериальной гипертензии. Если давление оптимальное, можно повторно измерить через 5 лет. Если нормальное, то через 3 года. А вот если высокое, нормальное, нам надо исключить маскированную гипертензию, измерить внеофисное давление, домашний мониторинг, самоконтроль давления или суточное мониторирование артериального давления. То есть здесь необходимо повторное измерение давления. Если мы устанавливаем диагноз артериальная гипертензия, выше 140 на 90 измеряем, либо повторные визиты для измерения офисного давления, либо внеофисное измерение давления, амбулаторный мониторинг или СМАТ. Это инициация антигипертензивной терапии. Когда стартуем? Что здесь изменилось? Ну, фактически не изменилось по характеристике вторая и третья степень. Здесь немедленная антигипертензивная терапия, параллельно с рекомендациями по lifestyle modification. Первая степень артериальной гипертензии. Если есть высокий или очень высокий риск поражения органов в мишени, немедленно, если ничего этого нет у пациентов низкого умеренного риска, у нас есть 3-6 месяцев на модификацию образа жизни. И если давление не контролируется, то тогда назначение антигипертензивной терапии. И нам дано 3 месяца для того, чтобы достичь цели, целевых цифр артериального давления. Опять произошло изменение в этой области. Собственно, высокое нормальное давление – это еще не артериальная гипертензия. Болезнь начинается с цифры 140 на 90, но тем не менее, мы рассматриваем назначение антигипертензивной терапии у пациентов с очень высоким риском, прежде всего, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно ишемической болезнью сердца. Итак, произошел возврат к позициям рекомендации предыдущего 2007 года. В рекомендациях 2013 года это не было необходимости назначения терапии у пациентов с высоким нормальным давлением при очень высоком риске. Итак, когда стартуем? Что изменилось здесь? Стартуем у всех пациентов, молодых пациентов, у которых выше 140 на 90. А что со старшей возрастной группой? Осталась позиция старта в группе 80+, выше 160. А вот эта группа 65-75 в предыдущих рекомендациях старт начинался с цифры 160. Здесь они опустились фактически до всей популяции больных с артериальной гипертензией. То есть за 5 лет опустилась планка до 20 мм ртутного столба. То есть стартуем так же, как у обычных взрослых гипертоников непродвинутого возраста. Итак, старше 60 лет до 180 стартуем при первой степени повышения артериального давления. Что еще о чем говорят европейские эксперты? Что акцент делается на анализ преимущественно биологического, а не паспортного возраста. Мы должны учитывать хрупкость пациентов пожилых, самостоятельность, переносимость терапии, клинический статус. Мы можем индивидуализировать порог старта терапии и целевые цифры артериального давления. Итак, первая цель у всех пациентов с артериальной гипертензией – это снижение давления ниже 140 на 90. Далее мы должны стремиться к 130 и ниже у большинства пациентов 130 на 80 и ниже. И вот так выглядит вот эта табличка. Цель до 130 и ниже, если нельзя ниже 120, практически у всех пациентов моложе 65 лет. И в старшей возрастной группе цель 130-139. Но опять-таки везде написано, если переносятся индивидуальные характеристики, переносимость терапии, формирование индивидуальной цели приветствуется. И ХБП ниже 140 до 130. То есть мы не стремимся ниже 130 при ХБП, чтобы избежать резкого снижения внутриклубочкового давления, возможного риска повышения уровня креатинина. Итак, что изменилось? Вы видите все, что в предыдущих рекомендациях было красным, оранжевым и желтым. То есть либо мы так не делаем, либо делаем, но с осторожностью. Сейчас стало зеленым. То есть мы инициируем терапию при высоком нормальном давлении. Мы раньше стартуем, мы интенсивнее лечим. То есть везде по всем позициям интенсификация. Но почему же это произошло? Почему мы интенсифицировали свои стратегии? Это произошло не просто так. И мы, молодые врачи, студенты, должны понимать, на основе чего меняются рекомендации. Так на основе чего изменились рекомендации? На основе каких завершившихся клинических исследований? Одно из классических клинических исследований – это исследование спринт. Вы видите, около 10 тысяч включено. Исследование было даже завершено досрочно. Какие цели и задачи ставили исследователи? Это сравнить группу интенсивного контроля артериального давления. Жестко снижаем. В среднем снизили до 121. С обычным контролем ниже 140-134. Отслеживали первичную конечную точку, сердечно-сосудистые события. Единственным недостатком исследования было то, что пациенты с диабетом, перенесенным инсультом, интроцитурной ишемической атакой не включались в исследование. Почему-то этого не было сделано. Тем не менее, все абсолютно позиции, все конечные точки были однозначно лучше в группе интенсивного контроля. То есть снизилась общая смертность, сердечно-сосудистая смертность, сердечная недостаточность. Риск этих конечных точек значительно снизился в группе интенсивного контроля. Но мы должны понимать, какие пациенты включались. Это были пациенты в основном высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний, а не с манифестирующей сердечно-сосудистой патологией. На момент включения они уже неплохо лечились. В среднем получали два антигипертензивных препарата. То есть нужно было только незначительно интенсифицировать терапию. Но все-таки были ли какие-то побочные эффекты? Как нам соблюсти баланс между пользой антигипертензивной терапии и возможными рисками и побочными эффектами? Мы задаем себе этот вопрос. Да, в исследовании спринт в группе интенсивного контроля чаще были гипотонии, синкопы, электролитные нарушения. Но чаще было и острое почечное повреждение, потому что резко снижался уровень артериального давления. И вот субанализ исследования спринт в 2019 году. Вот это скорость клубочковой фильтрации. Вот это норма. Вот это повышение скорости клубочковой фильтрации. Вот это снижение скорости клубочковой фильтрации. То есть здесь где-то гиперфильтрация. Здесь хроническая болезнь почек. Вот здесь отсечена пунктиром менее 60. И мы видим, что при скомпроментированной почке, при снижении скорости клубочковой фильтрации, естественно, растет риск сердечно-сосудистых событий. Но и также очень круто, высоко растет риск побочных эффектов антигипернезивной терапии. Итак, пациенты с нормальной скоростью клубочковой фильтрации получают больше преимуществ от интенсивного снижения артериального давления. И мы должны это понимать. Еще одно исследование 2019 года. Вот такая старшая группа, возраст старше 81 года. Все случаи смертности анализировали у этих пациентов. При каком же уровне давления ниже смертность? Все-таки 140-149. Поэтому в старшей продвинутой группе, если приносит снижение артериального давления, если хорошо переносится антигипернезивная терапия, более жесткую цель планируем, имеем право планировать более мягкую цель. Если переносится, если особенно это важно в этой возрастной группе. Итак, цели определены. Каковы же стратегии ведения артериальной гипертензии на современном этапе, по современным европейским, ну и в том числе нашим рекомендациям, мы будем говорить о недавно принятых российских рекомендациях по ведению артериальной гипертензии. Провозглашена европейскими экспертами стратегия сингл пил. Стратегия одной таблетки. Один пациент, одна таблетка, один раз в день. Почему? Потому что при использовании большого количества лекарственных препаратов снижается приверженность, потому что это более простой прагматичный подход, и потому что предыдущие стратегии не обеспечили контроль артериального давления в популяции. Впервые разработан очень простой алгоритмированный подход к назначению антигипертензивной терапии. Представлены алгоритмы при неосложненной гипертонии, БС, ХБП, при диабете и других заболеваниях. Вот стратегия терапии неосложненной артериальной гипертензии. Мы видим старт, двойная комбинация у большинства пациентов с артериальной гипертензией. Одна таблетка. Это блокады ренина ангиотензина лидостероновой системы ингибитора ПФ или сортан в сочетании с антагонистом кальция или диуретиком. Если двойная комбинация в полной дозе не приводит к контролю давления на целевом уровне, мы должны очень быстро сделать второй шаг и использовать фиксированную тройную комбинацию. То есть на этом этапе не нужно бесконечно менять комбинацию, пытаться найти высокоэффективный двойной препарат или свободную комбинацию. Мы очень быстро переходим в тройную комбинацию. И если тройная комбинация, блокады раз, антагатист кальция, диуретик в полной дозе не приводит к контролю артериальной гипертензии, мы говорим о том, что имеет место резистентная гипертензия. И здесь стратегия быстрого добавления спирона-лактона. Или коррегирование вот этой диуретической терапии. Может быть, здесь неэффективный диуретик, не эту дозу выбрали. А потом уже внизу альфа-блокатор и бета-блокатор. Вот такая впервые нарисована стратегия терапии неосложненной артериальной гипертензии. Что же с монотерапией? Чуть позже мы скажем. Осталось ли место для монотерапии? Ну вот, соответственно, с европейскими рекомендациями кому? Стартуем гипертония первой степени, низкий риск. Тогда можем стартовать с монотерапии. Или когда мы стартуем у пожилых очень хрупких. И мы боимся, что двойная комбинация может привести к резкому падению артериальной гипертензии. Почему двойная комбинация практически всем со старта? Это потому что предыдущие стратегии, которые были изложены в европейских рекомендациях 2013 года, не привели к контролю давления в популяции. Там была монотерапия при низком риске, переход с одной таблетки на другую, подбор препарата, увеличение дозы, потом перевод на комбинированную терапию. И все это привело к тому, что пропорция тех пациентов, которые контролируют артериальное давление в популяции в европейской, 30% во всем мире, 33%. Это очень низкий процент. А наоборот, исследования, которые сравнивались пациентов на монотерапии 37 тысяч и на фиксированной комбинации 7 тысяч, при использовании фиксированной двойной комбинации снижался риск селечно-сосудистой событий, развитие БС, развитие фибрилляции предсердий на 47%. Однозначно, стратегия комбинированной терапии рекомендована для большинства пациентов как инициальная терапия. Что же с бета-адреноблокаторами? Они опущены в схеме очень низко. Что здесь? Мы можем поднять бета-блокатор вверх в схеме при наличии специфических клинических показаний. Если есть тенокардия, если пациент перенес инфаркт, у него есть сердечная недостаточность, необходимо, он симпатико-тоник, синусовая тенокардия, необходимо контролировать ЧСС, либо, например, у женщин, которые планируют беременность, либо у пациентов с фибрилляцией предсердия, где нужна польза урежающая терапия, мы поднимаем бета-адреноблокатор в схеме антигипертензивной терапии вверх. И все вот эти пять классов препаратов могут использоваться как инициальная терапия артериальной гипертензии. Ну, такое ли ноу-хау комбинированная терапия артериальной гипертензии? Если мы опять вспомним старые учебники, старые подходы, 1978 год, вспомним, как мы лечили тогда. На первой ступени бета-блокатор или диуретик, на второй ступени мы уже комбинируем их друг с другом или с другими препаратами резерпир, метилдопа, прозазин, на третьей ступени тройная комбинация, на четвертом, да, четырехкомпонент и так далее. И вот фиксированные двойные и тройные комбинации, которые очень широко использовались в 70-х, 80-х и даже в 90-х годах, да, это препараты фиксированной комбинации содержат два, три компонента, были даже четырехкомпонентные схемы. Да, тогда еще не было ингибиторов ПФ сортанов и антагонистов кальция, но были диуретики, были бета-блокаторы, были препараты группы периферических вазодилататоров и так далее. Итак, изменения в рекомендациях, старт с двойной комбинацией, резистентная гипертензия однозначно, тут же добавляем спиронолактон и вот такая, наоборот, изменения в сторону ужесточения. Лечение гипертонией техническими устройствами не рекомендовано для рутинных случаев. В предыдущих рекомендациях 2013 года ренальная донервация была включена в протоколы ведения резистентной артериальной гипертензии. В нынешних рекомендациях только в рамках клинических исследований, пока не будут проведены дополнительные клинические исследования с доказательством эффективности и безопасности. Наши рекомендации, которые приняты в этом году, артериальной гипертензией у взрослых, которые утверждены Минздравом Российской Федерации, являются руководством к действию, являются тем клиническим протоколом, по которому мы обязаны лечить пациентов с артериальной гипертензией. Итак, классификация артериальной гипертензии абсолютно такая же, как в европейских рекомендациях. Целевые значения артериального давления точно такие же, как и в европейских рекомендациях. Не буду на этом останавливаться. Немножечко напомню, особенно студентам, что же является порогом отсечения, для постановки диагноза артериальной гипертензии. Если производится измерение давления в медицинском учреждении, если это делает врач, офисное давление, то порогом мы считаем 140 на 90 и выше. Если самоконтроль в домашних условиях обычным прибором автоматическим, то здесь порог 135-85, суточное мониторирование в период бортствования выше 135-85, ночное и среднее за 24 часа, среднесуточные цифры выше 130 на 80. Мы должны это понимать, потому что цифры, как видите, в зависимости от метода измерения, они разные. Факторы риска в российских рекомендациях, ну, немножечко изменены. Кое-что здесь, диабет убран, непонятно, как вошел в европейские рекомендации. ЧСС сохранена. Это пол, возраст, курение, дислепидемия, мочевая кислота, нарушение гликемии натощак, толерантность к глюкозе нарушенной, избыточная масса тела, семейный анамнез, АГ в молодом возрасте, менопауза, малоподвижный образ жизни, психические и социальные факторы риска. Мы должны определить факторы риска у пациента с артериальной гипертензией. Сначала поставить диагноз АГ, потом определить факторы риска, потом посмотреть, есть ли поражение органов в мишени, чтобы грамотно стратифицировать риск у пациента с артериальной гипертензией. Опять-таки я не буду это все рассказывать, потому что это можно посмотреть в рекомендациях. Вот эти критерии поражения органов в мишени, когда мы считаем, что есть поражение органов в мишени, мы должны это мониторировать. А для того, чтобы это мониторировать, прописано рутинное обследование пациента с артериальной гипертензией. То, что мы должны обязательно сделать. Вот эти все тесты глюкозогликозилированные, глобин, липиды, треглицериды, ионограмма, мочевая кислота, естественно, кретинин, скорость клубочков фильтрации, функция печени, моча, отношение альбубин, кретинин, ЭКГ. Для того, чтобы мониторировать и поражение органов в мишени, и стратифицировать риск. Для выявления поражения органов в мишени, вот эти обычные обследования, которые мы должны делать у каждого пациента, ЭКГ в 12 отведениях, отношение альбубин, кретинин, кретинин, расчетность скорость клубочков фильтрации, фундоскопия. И если мы хотим глубже обследовать пациента, посмотреть, нет ли поражения органов в мишени, например, мы здесь этого не увидели, детальное обследование, это эхокардиография, узи сонной артерии, чтобы увидеть атеросклеротическую бляшку, брюшная полость, чтобы посмотреть, да, и почечные артерии, и почки, и состояние сосудов, скорость распространения пульсовой волны, ну, это уже там часто мы не имеем возможности это сделать, ладычно-плечевой индекс, оценка когнитивных функций мы можем сделать, ну, визуализация головного мозга, если у нас есть какие-то подозрения, мы там увидим ишемическое, признаки ишемического повреждения, это однозначно уже определяет стадийность процесса у пациента с артериальной гипертензией. Как предлагается формулировать диагноз артериальной гипертензии на современном этапе? Да, есть стадия, поэтому мы ставим ГБ-стадию, мы определяем степень артериальной гипертензии только на старте терапии, потом мы степень АГ не определяем, мы пишем, контролируется она или нет, если пациент уже принимает антигипертензивные препараты, степень контролируемой, неконтролируемой АГ пишем. Далее риск, да, можем написать целевой уровень артериального давления, которое мы определили, и по нему же уже говорить, контролируется она или нет. Вот это как в принципе формулировки диагноза на современном этапе. Статификация риска точно такая же абсолютно, да. Мы посмотрели степень, мы посмотрели факторы риска поражения органов в мишени, проанализировали сердечно-сосудистые заболевания и проанализировали, да, какого риска пациент и как быстро стартовать с терапии, какие стратегии применять. Ну, я взяла из европейских рекомендаций по профилактике вот такую аккумулированную краткую схему по lifestyle modification, что мы должны рекомендовать пациенту с артериальной гипертензией, да, ограничение насыщенных жиров, не потреблять трансизомеры ненасыщенных жирных кислот в настоящее время. Трансизомеры ненасыщенных жирных кислот признаются самыми опасными жирами, которые приводят к увеличению сердечно-сосудистой смертности. Ограничение соли менее 5 грамм в день, пищевые волокна, фрукты, овощи, рыба, несоленые орехи, считается с большой биологической ценностью пищевым продуктом. Потребление алкогольных напитков до 2 бокалов в день для мужчин, 1 бокал в день для женщин, не более. И потребление сладких безалкогольных, алкогольных напитков должно быть не ограничено, а запрещено. А это бич, бичи наших молодых, нашей молодежи, бичи наших пациентов, которые еще не осознают свои риски. Поэтому все эти рекомендации мы должны давать пациентам с артериальной гипертензией для того, чтобы заниматься первичной профилактикой сердечно-сосудистых событий. Вот как в наших рекомендациях определенное лечение неосложненной артериальной гипертензии. Несколько по-иному, чем европейских. Цель ниже 140 на 90, при хорошей приносимости ниже 130 на 80, не ниже 120 на 70, так же, как европейские рекомендации. Каждый шаг терапии 2-3 недели, достижение целевого давления тоже за 3 месяца. Но вот здесь, обратите внимание, в принципе, возможности монотерапии больше. Когда мы можем с позиций отечественных рекомендаций стартовать с монотерапии? Если давление ниже 150 на 90, и систолическое давление ниже 20 мм ртутного столба, то есть надо меньше, чем до 20 мм снизить, чтобы достичь целевого уровня по систолическому и по диастолическому, у пациента низкий риск сердечно-сосудистых осложнений, у него нет старческой остынии. Вот тогда планируйте монотерапию. В принципе, это перекликается с европейскими рекомендациями. Если же уровень давления выше 150 на 90, и высокий риск сердечно-сосудистых осложнений, однозначно мы уходим на комбинированную терапию. Двойная комбинация предпочтительно в одной таблетке. Если у нас есть возможность, мы выбираем фиксированную комбинацию. А дальше, в принципе, схема такая же, как в европейских рекомендациях. Ну, это для учащихся, для студентов. Просто сколько препаратов у нас сейчас на рынке. Это далеко не полный список ингибиторов ВПФ и сортанов. Это и наиболее часто применяемые. Ну, практически полный, нет, не совсем полный список теозидовых диуретиков. Вот это комбинации, которые есть на рынке. Но это МНН, это же не торговые наименования. Торговых будет гораздо больше. Ну вот что, какой у нас арсенал антигипертензивных препаратов? Очень большой, да. И амлодипин, и же с ними антагонисты кальция дегидроперидинового ряда, не дегидроперидинового ряда, бета-адреноблокаторов. Опять-таки, комбинации. Да, препаратов очень-очень много. И невозможно в лекции рассказать, как по миллиграммам, таблеткам, да, и комбинациям лечить артериальную гипертензию. Это приходит с опытом, можно дать только общие рекомендации, которые даны в клинических протоколах, которые сейчас приняты. Ну вот, отдельные схемы существуют и в европейских наших рекомендациях. А что делать, если гипертония сочетается с ишемической болезнью сердца? Вот здесь быстро вверх поднимается бета-блокатор, да. А так, в принципе, схема подобная. Что делать, если сочетается артериальная гипертензия и хронической болезнью почек? Да, сначала блокаторы, раз в сочинании с антагонистом кальция или диуретиком. Причем мы здесь используем петлевой диуретик, если скорость клубочковой фильтрации падает ниже 30. Такая же тройная схема на втором шаге. Если резистентная, спиронолактон, но здесь уже сложно, потому что при скорости клубочковой фильтрации менее 30 мы не можем использовать этот препарат. На основании всех этих клинических рекомендаций отечественных разработаны критерии оценки качества медицинской помощи. И в ближайшее время мы начнем по ним работать. То есть насколько, ведя артериальную гипертензию, мы исполняем эти клинические рекомендации. Оценки критерий качества здесь и насколько правильно установлен диагноз, насколько правильно проведено все ли полное обследование, и как быстро достигнут целевой уровень артериального давления, и взят ли пациент под диспансерное наблюдение, и так далее. Очень много критериев качества. Ну, в конце немножечко еще о монотерапии. Несколько слов о монотерапии. Так все-таки несколько сместились позиции наши в пользу использования комбинированной терапии со старта лечения артериальной гипертензии. Понятна причина этого для того, чтобы обеспечить контроль артериального давления в популяции больных с АГЭ. И все-таки монотерапия. Есть ли место глобально в популяции больных с артериальной гипертензией? И мы здесь задаем вопрос, лучше ниже или лучше раньше? Но он такой, может быть, неправильный, потому что лучше и ниже, и, наверное, лучше раньше. Так почему же лучше раньше? Одно из интереснейших исследований с естественной менделеевской рандомизацией, когда исследовали комбинированный эффект низкого холестерина, липопротеидов, низкого плотности и низкого систолического давления на риск селечно-сосудистых заболеваний. Но очень длительно. Очень большая такая возрастная группа, много пациентов, 102 тысячи. И что оказалось? Что длительное долгозрочное снижение систолического давления. И холестерина, и попротеидов низкой плотности. Всего-то минус 12 мг на децилитр ЛПНП и минус 3 мм ртутного столба систолическое давление. Вот эта ноль линия истины, если квадратик с усиками отклоняется в сторону низких значений, значит снижается сердечно-сосудистые события. Если усики не пересекают линии истины, значит это достоверная динамика. Вот такое значительное снижение сердечно-сосудистых событий. И о чем мы говорим? О том, что и холестерин, и протеидов низкой плотности, и систолическое давление имеют независимые, мультипликативные, кумулятивные, дозозависимые эффекты на риск сердечно-сосудистых событий. И сердечно-сосудистые события в значительной мере поддаются профилактике. И необходимо разрабатывать программы профилактики, которые позволят длительно воздействовать сочетанием снижения холестерина и липопротеидов низкой плотности и с низким систолическим давлением в начале ранней взрослой жизни. То есть это призыв к ранней интервенции в естественной истории артериальной гипертензии. Еще до поражения органов межения. Когда это поражение органов межения может быть предупреждено. Гипертензия никогда не бывает резистентной в начале. Она становится резистентной, когда неэффективно лечится. И так при низком риске АГ первой степени у молодых ранний старт с монотерапией, безусловно. И в заключение, для мотивации, так все-таки значение артериальной гипертензии в структуре ведущих факторов риска, факторов, которые влияют на смертность. Мы видим, ну это 2002 год. На первом месте артериальная гипертензия. Среди факторов риска преждевременной смертности в России. Гиперхолестеринемия, курение. Это 2002 год. Опять 2002 год. Потерянные годы здоровой жизни. Опять гипертензия на первом месте. Здесь уже на втором алкоголь, курение и опять гиперхолестеринемия. А это данные 2012 года. Вклад факторов риска смертность в течение 10 лет в российской популяции. Мы видим опять мужчины и женщины. Мы видим опять на первом месте систолическое или диастолическое давление. Курение у мужчин в тройку лидеров. И холестерин у женщин. Но везде сад и дат впереди по влиянию на смертность популяции пациентов. И в завершение я хотела бы вспомнить из лечения Никола Миквеавелли. Вначале болезнь легче вылечить, но трудно распознать. С течением времени не лечена и не распознана изначально. Она легко диагностируется, но трудно лечится. Спасибо за внимание.